День суток. Вы находитесь на канале исследователей. Сегодня мы исследуем мой брокерский портфель и пробежимся по телеграм-каналу. Сегодня новостей было мало от меня. Я очень сильно был занят. Давайте посмотрим. Сегодня у нас по портфелью 2700 плюсом, что 0.55% доходности показывает индекс московской биржи 3.26. Мы посмотрим, насколько вырос индекс. 0.44. Мы немножко его опережаем. А не, 0.1. Вообще-то. Сегодня у меня был прогноз, но мы подросли не сильно от того, что я вижу, снизились. Но остались над линией поддержки, которая у меня нарисована в терминале. Я ее покажу чуть позже. Скорее всего, закрепились над этой линией. Вот. Индекс должен устоять. И мы постепенно должны продолжить рост. Давайте посмотрим, какие сделки я сегодня совершал. Покупал Ростелеком АП. Утром отработала заявка по Юнитрейд Медикал Групп. Это новый имитент. Вторую докупил. 2 февраля покупал Роснефть, Ростелеком. Химиков докупал. Совкомбанк. Северсталь, хоть она и падает. Сегодня ее выкупили, между прочим. Давайте посмотрим. Сегодня можно было подзатариться. По 14% купить. Вот было снижение. Можно пересчитать. Ну, не 14%, но по 1600 можно было притарить ее. Вот. Сейчас мы вышли на 1623. Вот он, ГЭП образовался. Мы пойдем его вверх закрывать, скорее всего. Сейчас народ поймет, что все-таки бумага на долгосрок хорошая. И начнут откупать постепенно. Так. Смотрите, друзья. Лента, лента. Давайте посмотрим, что с лентой. Лента. Что тут пишут про ленту? Отчет ленты. Сильные результаты. Ну, вот, что и требовалось доказать. Отчет ленты я размещу в телеграм-канале. Мне весь. И ссылку на него оставлю. Давайте посмотрим, что у меня по ленте. Финансовый результат показывает почти 3%. Ну, 2,39%. Ну, успел немножечко подзатариться. Вот моя последняя, наверное, покупочка была. Да, 6 штук. После этого лента еще стартануло. Про ленту я некоторым говорил еще до Нового года. Тот, кто слышал, ее прикупил. Да и сейчас, скорее всего, можно. Также в уж покупал, в уж вообще ракетит. Бомба целая. Так, что мы еще здесь видим? Что мы еще видим? По покупкам банк Санкт-Петербург просто какой-то, я не знаю, просто рвет пределы. Рвет. Ну, будет падение, скорее всего. Тут несколько гэпов открытых. все пойдет отыгрывать вниз. Я уже в бумагу повторно заходить не буду. Вот у меня есть пока. Давайте посмотрим за все время. По банку Санкт-Петербург уже 170% практически. Так, мы видим, подрастает Газпромнефть. Друзья, бумага остывала очень сильно, остывала. и, возможно, до конца еще не остыла. Не остыла до конца. Поэтому я хоть здесь вот и докупал. Это было где тут 810. Вот. Но, 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 возможно, она еще и может вниже отгулять. Такая вот история. Это, что касается Газпромнефти. Еще ждем, пока она пока она не остыла. По Лукойлу, по Лукойлу все хорошо. У нас вот просто какие-то я не знаю рост стремительный. Вот он. Я не знаю, в связи с чем он. Вот была история. снизились ниже, отпадали, чем отросли. Потом снова ба-ба-бах. Чувствую, за Лукойлом нужно понаблюдать. Прямо красотища какая-то. Так. МТС, смотрите, за сегодня, за сегодня прям что-то как-то прямо ракета какая-то по МТСу. Уже доходность неплохую рисует. Плюсом тысячу. Так что МТС я вовремя собрал. Магнит снижается. Мечил тоже ракета 3,2%. Вот покупки в низах. Это лесенка по одной покупал. Было потом и тут затарился. Еще тут пару раз. И мы снова, я вот говорил, что друзья, давайте, давайте пока поезд. Ну, тут максимум. Сейчас очень серьезный максимум. Может мы еще раз отбиться, уйти пониже, но не ниже уже этого минимума. Вот мы видим флаг, флаг сжимающийся треугольник и будущий флаг вверх выстрелит. Поэтому помечил прогноз тот же. Новотек сегодня заракетил на заседании о дивидендах. Я говорил, друзья, Новотек вот надо брать. Сам не взял. Сам не взял. Но Новотек копеечные дивиденды. Поэтому на долгий срок бумага хорошая. Набирать позицию можно. Возможно доберу. Ренессанс сегодня что-то хорошо снижается. Но опять же по прогнозам я говорил, что он должен будет где-то сгулять, охладиться. Ранее надо нарисовать будет между прочим купить нельзя, можно заявку выставить. Я коп реника 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 давайте-ка я добавлю. У меня тут чуть-чуть 3000 завалялось. Опять же мы можем видеть, что тут и тут полторы а что нитрит то ну ладно. пополнить счета в банке БКС и нету. сейчас может быть чуть-чуть посмотрим и появится. что еще хотел затронуть? Так, друзья, Роснефть тоже сегодня видите вчера и сегодня ракета ракета прям не знаю зашел в последнюю ходящую закрывать идем Девгэп. Хорошая бумага много по ней всяких новостей бывает но я успел подзатариться подзатариться успел. Заходи налетай че хочешь выбирай. Так что там деньги не пришли деньги не пришли так сам фарм не продал пока еще думать что с этой бумагой делать пока она в минус не тянула биржа санкт-петербурга но я еще пока в минусе нужно рассматривать поп порфель на 103 94 но усреднять пока уже не буду смысла нет начала отрастать снова красавица санкт-петербурга бумагу о чем промпром сегодня чуть-чуть он корректируется торговля разнонаправленная но видим что покупки все ниже и средняя по порфелю довольно таки уже отступила от текущей цены вот ЮГК ЮГК смотрите друзья есть риски по ЮГК и еще пополнение пришло она охлаждается она снова бьет свои как бы максимумы исторические по ЮГК потом сейчас скажу еще по ЮГК по тем кто недавно вышел по Астри по Астри по Астри кто там еще напомните в комментариях напишите кто недавно вышел еще на IPO и торгуется на бирже по ним возможно такая история что будут делаться SPO SPO не сильно плохо главное чтоб не допки SPO это грубо говоря у них есть свободные акции они не фрифлот но грубо говоря у менеджмента и менеджмент это бывает по цене ниже чуть-чуть рыночной продает акции и за счет чего фрифлот увеличивается глобально это для компании хорошо чем больше фрифлот тем меньше волатильность и меньше влияние на бумагу но в этот момент цена может снизиться до уровня вот этого SPO если SPO там по верхней границе если SPO как делал допустим айпозитив у них бумага вот как вышла на IPO по 1000 там сколько 100 рублей либо по 1000 уже точно не помню либо по 900 вот они по такой бумаге по такой цене давали купить эту бумагу вот друзья у меня есть телеграм-канал в принципе он наш вот последняя заявка по геме 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 это медицинский центр вот опять же мой прогноз я вам показывал что максимум подошли к предыдущему максимуму возможно разворотный паттерн и вот он этот где она красая желтенькая красая вот она мы ее пробили сегодня утром и над этой скорее всего закрепились завтра утром сделаю скриншот посмотрим что будет на вторник будем ли расти или все-таки уже хватит пойдем пойдем падать опять же друзья не забывайте ставить реакции за мою работу да может и ниже потому что у нас есть еще незакрытые гэпы которые опять же я здесь отмечал есть на картинках где я отмечаю эти гэпы можем посмотреть вот эта свечка была вниз такой пролив с утра открытие интересное было вот это индекс 50 крупнейших компаний вот я объясняю стрелочками показываю что на рост почему как бы считаю что будем расти это показывает 200 скользящую яма и фигура молод с длинным этим но мы на самом деле видели каким гэпом вниз мы ушли и рынок просто переборол эту историю переборол эту историю вот так же я здесь размещаю новости вот в уж в уж растет очень сильная компания но ей может манипулировать директор ну хозяин владельцем акции является и держит опять же вот есть мой прогноз по поводу укрепления рубля это не значит что он укрепится вот буквально но если вот такие новости будут проходить и они будут подтверждаться а следующая новость это о том она и была что она подтверждалась что еще одна новость еще одна новость то возможно мы увидим доллар не как у нас правительство планирует по 92 рубля а увидим доллар и по 60 так я хотел что-то тут поставить заявку на утро на утро хотел заявку буду ренни добирать уже десяточка на самом деле позицию набрал хорошо так давай возьмем 5 не хватит 5 3 ну и все вот усредним и больше пока не будем ренни ничего делать завтра с утра посмотрим как отработает заявка можем посмотреть где она стала мы ее не видим а вот она ниже меня тут БКС пригласил на персональный разговор что-то хотят предложить мне ну видимо я догадываюсь что они хотят предложить сопровод сопровождение и и и типа парфельная шорты марты там плечо если ты не знаешь что такое плечо и шорт задавай комментарий под видео ставь лайк я тебе отвечу что такое шорт и до новых встреч всем удачи и прибыли на рынке не забудь подписаться товарищ до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...